В общем, если человек в депрессии, как высшие силы, Бог помогает, может помочь, по вашему мнению. Зачем высшие силы нужны в момент депрессии? Вот ты в депрессии... Ну, в минусе, скажи так. Причина может быть очень даже, скажем так, чисто физическая. То есть, может быть, человек кушает какую-то не ту еду, какой-нибудь ведёт образ жизни плохой, например, мало спит, например, да, и копать в сторону физики. То есть, может быть, что-нибудь с горбонами там не то. Сходи к врачу, сдай анализы. Эндокринолог, да. Да, вот сходи к врачу, сдай анализы, вдруг что-нибудь там... А, тебе повезут тогда. Рестерин нашли. У меня такое было, например. Просто тупо упадок сил. И надо отличать, вот сейчас ещё важный момент, отличать просто упадок каких-то физических сил, потому что он бывает, допустим, весь день ходил по делам, и тебе нужно упасть и, допустим, 30 минут валяться. Или 20, или, сам бы сказать, 240 минут валяться, надевать как-то там, прочишь картинки, капибара там, вот это, да. Да, надо, релакс. Вот это вот такое иногда тоже надо... Это тупо физика, то есть всё позволяет не только вот телу, а тело релакс. Ещё в это время и мысли надо из головы уметь выкидывать, потому что мысли, мозг, это не хуже, чем вот это вот. Рабовладелец с кнутом там, типа, мешки раба, а, типа, ой, кнутом, давай, давай, тащи, тащи. И так же, точно так же, как бы, насилую свой мозг, и, то есть, вот, как бы, ну, заставляю... Внутренний диалог. Причём, да, диалог, там, не только там и 3, и 4, пенталог, там много полилог. Нет, у нас нормально всё внутри там, с диалогами. Внутренний много лог. Вот позволять какое-то время из серии, мне один раз такое было классное состояние, ехал в автобусе где-то, вот не помню, что-то какое-то, и стою, тут люди вокруг, туда кошка такой полузапотевшая там или замёрзшая, да, и вдруг я подумал, что, блин, как классно, что вот что-то лениво мне про чё-либо думать, а давай-ка я буду... Громко ору, наверное, да. Давай-ка я буду думать, давай-ка я буду сейчас не про чё думать. И было так классно, ура! Я понял, что это тоже... Освободил мозг, да. Но было, ну, блин, у меня такой какой-то кайф захватил, что можно как бы ничего не обдумывать. Серьёзно просто смотрю, о, прикольно, а кошка... Просто воспринимайте. Меня чуть ли даже на ха-ха не пробило, что, а, вот что можно ни о чём серьёзном не думать, а просто вот его окошко, о, люди какие-то, да. Я понял, что через 20 минут я снова включу. А, как Штирлиц, да. Да, или там через 28 минут я снова включу, а думаю, блин, как классно, что можно какое-то время мозг не это, не насиловать. Вот думаем про какие-то штуки, которые там, ну, классные, хорошие. Которые грузят, короче разгружаться. Они как бы тоже нужны, да, логику обрабатывать. Но иногда можно вырвать, выдохнул, такой кайф. Знаешь, это себя как натруженную мышцу, это так расслабил. Ну, короче, плохо у тебя с расслаблением, тоже как у меня. Вот как бы, да, и вот я такой кайф словил, когда выключил. Вот, иногда просто надо вот... Отвлечься. ...положение, что не то, что отвлечься, а позволять себе условно там либо на 20, либо на 220 минут выключить по возможности, выключить всё, что можно. И думалку, и тело дать повалять. Это даже днём иногда можно делать. Как раз более того, что... Какое нафиг рабочее время? Я когда вот у меня на вдохновение, тогда я и работаю. А я и последний день могу себе такое устроить, потому что вот, ну, надо. Ну, надо, да. Не позволять, то есть... То есть часто депрессия... Подводя, чем то, что идёт физически. Как один из вариантов. И разделяем. Просто физическая усталость всего, в том числе эмоционального аппарата, это вот одна часть депрессии. Но я так предположу, что это ещё не всё, что есть ещё какая-то составляющая там вот части, лучше показать вот там вот где-то вот над головой, может, это и есть то духовное, о чём говорили, которое это... То есть, которое вот этим вот простым релаксом, оно не решается. Просто предположу, что что-то есть ещё. Да, конечно, куда? Процентов 80 депрессии мы вырубим вот этим вот именно, чтобы позволить, позволить, позволить себе всё выключить и просто выдохнуть в воздух. И телефон надо на тишину в это время ставить. Да, это вообще у меня сейчас всё время на тишине. Мне никто не может дозвониться. Какое счастье. Слушай, это я как бы... У нас на тишине. Да, у тебя особенно. Давайте тему депрессии. Ты высказался, да? Да, я знаю. Я поддерживаю то, что сказал Сергей во многом, что это физиологические причины. И вообще я как психолог консультирую, и бывает, часто ко мне приходит как раз тема депрессии, то есть просят помочь с этим. То есть там бывает часто букет проблем, почти всегда это букет проблем, но депрессия одна из них. Что я тут могу сказать? Часто люди находятся в депрессии, но это не осознают, не понимают или не называют это депрессией. Ну, потому что это там страшно, стыдно, там непонятно, что с этим делать. Ну, там называют это пониженное настроение или уже привыкли настолько, что это нормы жизни считают для себя. Ну, депрессия бывает клиническая, то есть это медицинский диагноз. Бывает разная там психогенная, ну, короче, эндогенная, можно сказать, хроническая. Короче, разная есть терминология, но суть в чем, что это чаще всего хроническое состояние пониженного настроения, самочувствия, энергетики, да, и оно проявляется во всем практически. Вкратце, если физиологически рассматривать, то это означает депрессия, недостаток гормонов определенных, которые влияют на настроение, то есть, в частности, эндорфинов, допамина, серотонина, да, и каждые гормоны, они свои факторы имеют, которые увеличивают их или уменьшают. То есть, когда у гормонов, ну, вот этих вот, которые, ну, вот плюсовые, так скажем так, да, антидепрессивные, их мало, то депрессию человек получает, да, а много кортизола, в частности, это гормон стресса. Так знаю, это у меня по жизни. Другой подход энергетический получается, с точки зрения энергетики, депрессия – это проявление малого количества энергии и низкого качества этой энергии, да, то есть, когда человек не работает над своей энергетикой, он там не на природу не ходит, там плохо питается, много работает, мало высыпается, мало отдыхает, то у него, как бы, батарейка это разряжается, разряжается, и вот получается выходе депрессия. И это как яма, из неё трудно выбраться бывает, да, или как колея, в которую человек попадает, и потом из неё бывает трудно выбраться на, ну, более какую-то красивую, ровную дорогу. Если с духовной точки зрения рассматривать депрессию, это упадок духа, это основная причина заболеваний по парацельсу ещё. Получается, если ты поймал себя на депрессии, ну, как бы, честно, признал это, заметил, то нужно выбираться из неё грамотно, желательно, своими силами. Если не получается, не стесняться, не бояться, запрашивать поддержку Бога, высшей силы, других людей. Бывает, что это просто следствие плохой компании, плохого окружения. Окружение очень сильно на нас влияет. Бывает, достаточно сменить окружение, там, из негативного перейти в какое-нибудь, ну, там, духовное общество, например, да, там, на христианскую встречу сходить или там, ну, на какую-то ещё в зависимости от вашего мировоззрения. А, то есть вы хотите общение с теми, ну, которые... Которые тебя тянут вниз, говорят? Которые тянут вниз, там, критикуют, высасывают энергию. Это же старые, старые кухи. Ну, так и точно, да. С алкашами, да. Вот. Пойти вот, где вот мы чай, например, пьём, это уже шаг вперёд. Значит, а что с этим делать? То есть я вкратце вот разные срезы обрисовал, то есть справляться самому, какие методы есть. Во-первых, на питание поработать. В частности, например, есть ряд продуктов, которые улучшают настроение. Одно вот к ним сыр из известных продуктов относится. Финики. Бананы. Финики, да. А есть продукты, которые, наоборот, ну, продуктом, если это так назвать, они ухудшают настроение. Депрессия ведут, это из известных алкоголь. Да, я знаю, наоборот, он... Что он улучшает настроение, он действительно... Он ухудшает. Ощущение любви на время даёт, но это, скажем так, такой искусственный и вредный способ, и главное, что потом он, наоборот, депрессантом является. Какой депрессант, да. Да, наоборот, хуже, хуже вообще. Через какое-то время становится ещё... Потом отдохнуть, то есть позволить себе отдохнуть, позволить позаботиться о себе, да, то есть вкусную еду какую-то покушать, поговорить. Шоколад, ты про шоколад любимый мой. Послушать хорошую музыку, это будет волшебный способ. Ты как это понял. Вот, и доступный. А потом, можно самому психологам для себя становиться, это хороший вариант, но не для всех, не все там имеют к этому предположенности и хотят заниматься, поэтому, кто не справляется, обращайтесь к специалистам. Вот у нас специалист. Минутка рекламы. Пока я консультирую, пока вот он такой красавец. Как Лобковский, Тарсунов и прочие там, Курпатовы. Поэтому у меня не такой высокий ценник, вполне доступные. Всегда можно договориться, обращайтесь. А что Марина только сама себя рекламирует, остальные товарищи? Вот, ну я не единственный специалист, если я вам там чем-то не подхожу, вы там уж не доверяете, плохо меня знаете, или, допустим, ваша проблема вдруг... Сложнее. Не в плоскости моей компетенции, но если, например, психически больными, я скорее к психиатрам отправлю. Да, если вдруг выяснится, что я могу перенаправить грамотно учить специалисту хорошему. То есть тоже обращайтесь, пожалуйста. Ой, ладно, давайте вырубим.